Всем привет! Сегодня я покажу вам несколько способов оформления вашего ежедневника. Я уже на протяжении года веду bullet journal. Это точно такой же ежедневник, как и любой другой. Разница в том, что у него чистые белые листы, которые я оформляю целиком и полностью на свое усмотрение. Могу что угодно, где угодно писать, клеить. Он не линованный, просто чистый белый блокнот. Когда я впервые захотела вести такой ежедневник, я искала информацию в интернете о bullet journal и сталкивалась с тем, что некоторые люди просто линуют его, как обычная черная ручка, делают линейки, пишут месяц, планы, цели и так далее. Но в этом нет ничего необычного. То есть таким же успехом можно было купить обычный ежедневник-планер, который сразу линованный, который бизнес такой, бизнес-блокнот, и вести его. Я считаю это скучно, и вкладываю долю веселья и творчества в этот процесс. В первую очередь, конечно, помните, что вы можете использовать все-все-все, что захотите. Фломастеры, карандаши, маркеры, любые ручки, все что угодно. Я против стикеров в их любых проявлениях. То есть зачем мне нужен стикер веточки или алмазика, когда я за три секунды нарисую карандашом этот алмазик или эту веточку. Экономия, ребята, экономия. Для больших заголовков очень классно использовать элементы леттеринга и каллиграфии. Пишите курсивом, просто строчными буквами, печатными буквами, как вам угодно. Единственное, мне, конечно, больше нравится, когда в ежедневнике я видоизменяю свой почерк. То есть то, как я пишу за три секунды список в магазин, что купить из продуктов, должно отличаться от того, как выглядит мой ежедневник, в котором заключены основные моменты моей жизни. Фломастеры — это очень классная штука. Главное — сразу выкиньте из набора кислотные цвета, либо просто цвета, которые вам не нравятся. Оставьте только то, с чем вы чувствуете гармонию, что всегда будет классно смотреться и радовать ваш глаз. Иногда вместо того, чтобы писать черной ручкой на белой бумаге, здорово написать белой ручкой на черной бумаге. Поэтому либо можете покупать отдельно черные листы и вклеивать их, либо какое-то место замазывать черным маркером, либо проводить линию, делать какой-то фон для заголовка, а потом белой гелевой ручкой, которая продается в любом канцелярском магазине. Вот, пожалуйста, из Леонардо в районе 60 рублей она стоит. Белой ручкой пишите на ней то, что вы хотели. Мне больше всего нравится, как выглядят ботанические маленькие картинки, так называемые дудлы, на страницах ежедневника. Они просто создают мое настроение, мою атмосферу, а они подходят конкретно мне. Вариантов полно. Можно выбрать вообще одну цветовую гамму, состоящую из пяти цветов, и использовать только их и оформлять весь ежедневник в них, месяц, какие-то рамочки, все делать только выбранными цветами. Можно все вести только черной ручкой, он будет такой строгий, регнатный, но при этом красиво написанный, то есть если вы будете акцентировать внимание на почерке, на каллиграфии. Либо же можно вообще каждое время года оформлять там, ну, зиму, соответственно, синий-голубой цвет, осень, желтый-коричневый-красный. Включайте фантазию и делайте в первую очередь все для себя и чтобы нравилось именно вам. Вот этот мой bullet journal вообще никто не видел нигде, я не выкладываю его ни в инстаграм, ни фотографирую никак, потому что в нем заключены мои дни, мои планы, мои события. И это личная информация. Но то, как он помог мне привести мою жизнь в порядок и относиться ко всему с творческим замыслом и получать заряд эмоций от процесса его ведения, не могло не сподвигнуть меня к тому, чтобы я не поделилась этим с вами. Конечно, планеры, ежедневники не каждому человеку нужны. Для кого-то это может быть вообще абузой, ведь он и так все держит у себя в голове и ему с этим комфортно. У меня было не так. У меня было много переживаний, много желаний достичь чего-то, поставить себе цели, запомнить. И в этом плане меня спас ежедневник. А такая форма его ведения, как bullet journal, дала мне свободу в творческом плане. Спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok